Программа на год экологии в Сочи разработана. Она предполагает решение самых острых для курорта экологических проблем. И первая связана с незаконным сбросом канализационных вод в ливневке, ручье, реке и море. Работа в этом направлении ведется уже не первый год. Из 18 тысяч объектов, которые были замечены в нечистоплотности, осталось только 2 тысячи. Остальные либо подключились к централизованной канализации, либо установили лосы. Мы вместе разрабатывали и утверждали на экологическом совете регламент содержания лосов. А вот что на самом деле на сегодняшний день делается, уже прошло год, у некоторых полтора используется и так далее. Провести мониторинг, это я к общественности обращаюсь, и сказать, что на самом деле есть. В том числе и сколько чего вывозится, не вывозится и так далее. В правильном ли направлении мы идем по эксплуатации этих лосов. Городская администрация, в свою очередь, одно за другим запускает очистные сооружения. На очереди ЛАО и Кудепста. Да и Бзугинские очистные должны заработать на полную мощность. Необходимо до конца решить проблему, связанную с утилизацией твердых бытовых отходов. В этом поможет новый мусоросортировочный завод, на строительство которого при положительном решении будут выделены средства из федерального бюджета. Правительство Российской Федерации предусмотрело программу на пять мусороперерабатывающих заводов. Это завод в городе Казань и четыре завода, которые планировались построить в Подмосковье. Мы ждем буквально со дня на день, когда город Сочи будет включен. Строительство завода будет вестись по самой экологически чистой технологии, самой распространенной в Европе. Однако без одобрения сочинцев этот проект реализован быть не может, отметил глава Сочи. И поручил представителям экологической общественности тщательно проработать этот вопрос. Включиться горожанам необходимо и в реализацию других инициатив. Например, благоустройство горы Благодать в микрорайоне Бытха. Там есть и экологическая тропа, и там очень хороший лесопарк. Это большой микрорайон. И в принципе, конечно, его бы очень желательно благоустроить. Потому что там есть и видовые площадки, он достаточно большой. Там есть такие урочища, которые представляют большой эстетический интерес. Также в 2017 году планируется заложить два парка. Но за это дело уже возьмется городская администрация. Один будет открыт в честь 80-летнего юбилея Краснодарского края. Второй в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре этого года. Продолжится работа по кадастрированию зеленых зон, которая позволит их сохранить в первозданном виде. Ведется также борьба с насекомыми-вредителями.